Друзья, приглашаю вас заглянуть в гости к Брайану, где вы найдете большое количество прохождений по Total War Британии и Total War Атиле на легендарном уровне сложности. А прямо сейчас там идет стрим за Мерсию. Более того, в скором времени начнется серия стримов за Восточную Англию на Легенде против всех. Ссылку на канал оставляю в описании под видео. Переходите и подписывайтесь. Друзья, всем большой привет. С вами Артур. Сегодня мы возвращаемся в Рим 2 Total War. И эта огромная македонская армия сегодня столкнется против 5000 легионеров, которые пришли в гости, так знаете, чисто случайно в Македонию, для того, чтобы захватить и поработить Грецию. Притом римляне пришли не просто так. Вместе с собой они привели несколько отрядов боевых слонов, союзную кавалерию и Наташу, которая смотрит на меня и улыбается. Ну да ладно, это немножко не суть. В общем, ребята, 5000 легионеров, отборных солдат Ирака, 200 тысяч, как говорил когда-то Жириновский, против 3000 армии Македонии, преимущественно состоящей из македоров. Да, у них, конечно, здесь есть и поддерживающие всякие союзники тоже, и прачники, и метатели копий. Но вы должны сделать свои ставки, потому что если вы посмотрите по карте, то вы поймете, что легионеров гораздо больше. У них есть кавалерия, которая может просто взять и перехватить, и ворваться в тыл к фаланге. Но сейчас начинается вполне логичный этап этой битвы, потому что задача македонян — это перехват союзной конницы, для того, чтобы никто не мог помешать фалангитам стоять единым фронтом. Посмотрим, удастся ли римлянам сейчас все это добро превосходить. Происходит у нас первое столкновение конницы, здесь дальше еще, конечно же, пойдут слоны. И сейчас по флангам такое у нас будет происходить противостояние, там конные застрельщики, гитары сейчас просто несутся на огромной скорости. Да, кто-то из них погибает, притом на своих же, чуть не сказал, противотанковых ежах. Но вся эта динамика, конечно, рвется вперед для того, чтобы уничтожить римскую конницу. Тем временем, что у нас здесь сейчас будет происходить? Давайте последим. Римский легат почему-то решил, что этому парню дозволено все. Притом он врывался против стрелковых отрядов. И, как мы можем заметить, некоторые из отрядов македонян просто взяли и отстрелялись по ним без каких-либо проблем. И сейчас этот парень пытается, видимо, у какой-то лошадки у нас копье осталось, а внутри колено, видимо, не видать ей теперь Скайрима. И легат просто сходит с ума и рвется на македонскую фалангу. Парень, да ты безумный, просто псих. Я понимаю, что вы там, римляне, самоуверенные, но не настолько же. Благо, что у римлян есть второй легат, который более грамотный, более умный и не такой агрессивный. И поэтому он, скорее всего, останется в живых. Тем временем, римские легионеры очень быстро и активно сейчас поднимаются наверх и пытаются взобраться на этот холм для того, чтобы встретиться с македонянами уже лицом к лицу. Давайте понаблюдаем. Итак, снимаем замедленного режима. И сейчас римские легионеры бросают пилом в македонскую фалангу. Бедная, бедная лошадка, вы попали не в того, кого надо. И все-таки они врываются в строй противника. Хорошо. В это время на флангах македонская конница была отброшена римскими слонами. Далее, однако, еще один отряд гитаяров сейчас будет пытаться тупо задержать этих слонов для того, чтобы слишком рано не произошел у нас данный врыв. Далее, еще один отряд пеших соратников сейчас встречает римский легион опять-таки на правом фланге. Ну, основная задача македонской армии, я думаю, вы поняли, это не дать противнику прорваться. То есть любыми способами, стрелками, не стрелками, полководцем, не полководцем, задача просто взять и остановить. Далее, в этот момент продолжается у нас с вами битва сейчас в центре. Ну, римским легионерам против этой фланги, конечно, тяжело что-то противопоставить. Мы можем с вами понаблюдать вблизи, как все это дело происходит. Да, пытаются отдельные солдаты сейчас прорваться, но плотный строй македонской фланги просто берет их и отбрасывает. Даже некоторые из них решают сразиться лично с легионерами, прямо в самой настоящей дуэли. И в целом им это удается, потому что македоняне постепенно, шаг за шагом, ну давят легионеров. Они проходят постепенно все дальше и дальше. Притом не обязательно это должны быть какие-то элитные пикинеры. Даже обычные пикинеры способны помочь. Тут у нас еще союзный отряд из парты прибыл, который тоже помогает своим македонским товарищам. В это время на фланге была полностью уничтожена македонская конница. И вся эта великая римская армия сейчас потихонечку поднимается на холм. Есть также отряд слонов. И они, судя по всему, будут пытаться именно в лобешник встречать эту флангу. Но это же, ребята, вообще нелогично, что вы творите? Далее здесь. Здесь македонский отряд щитоносцев сражается просто отчаянно с римскими слонами. Союзные африканские слоны в количестве трех штук остались. И щитоносцы пытаются, пытаются сдержать. То есть полководец просто в соло решил спасти свою армию, держа, по сути, правой фланг. Конечно, римская кавалерия еще в некоторых местах пытается сейчас здесь атаковать. Но самые интересные замесы, естественно, по центру. Тут прям, ребята, самая настоящая мясорубка. Вы заметили, да, что македоняне шаг за шагом, буквально метр за метром потихонечку продвигают. Давят. Давят они римские легионы. На некоторых из легионеров приходится сражаться прямо на два фронта, как мы можем заметить. Да, и если все будет продолжаться в том же духе, то македонская фаланга, конечно же, выстоит. Если никто к ней стыла, там не ворвется. Некоторые римские отряды изрядно поредели. И сейчас суды по всему начнут убегать. Даже лучники и застрельщики бросаются в бой. Вот у нас тут даже, ребятки, логотрон пошел. И врывается сейчас в бой африканские слоны. Вы посмотрите на это месяще. Мне вспоминается фильм Александр Македонский. Ох, вот это, ребятки, у нас, конечно, драка. И слон такой, я слон, привет. Мне все ок. Я как бы потихонечку беру и иду вперед. Просто крики, давка, суматоха. Все пытаются в этой бакханалии хотя бы найти себе немножечко места. И слон атакует. И чувак такой сверху сидит. Как будто, блин, Кэнни Уэст у нас тут с вами оказался. Да, африканские слоны проходят потихонечку вперед, продавливают. И что, все вместе умерли? Это что за сборная? Рима по синхронному падению слонов у нас тут с ним произошла. Но балансер, друзья мои, не на стороне македонян. Как вы могли заметить, сейчас, возможно, римляне смогут взять и перевести бой в свое русло. Вопрос в том, смогут ли они прорвать центральную часть македонской армии. Давайте мы с вами за этим понаблюдаем в замедленном режиме. Убираем интерфейс. И мы видим, что некоторые римские солдаты оказываются прям в гуще боя. Даже уходят они внутри этой фаланги. Но, друзья мои, без поддержки своих товарищей сделать это будет довольно проблематично. А при том, македонские фалангиты уже даже прям с правого фланга тоже атакуют и потихонечку окружают. В общем, здесь реально не провернуться, не развернуться. Настолько плотные построения, настолько все смешалось, что абсолютно непонятно, кому же достанется победа. Но македоняне выглядят очень уверенно. Единым таким фронтом, вы обратите внимание, как сзади они постоянно подталкивают и продавливают передние ряды. Помогая тем самым в натиске, который постепенно отбрасывает римские войска. Тут даже и кавалерия римская ничего сделать не может, потому что она решила почему-то залететь в лоб. В общем, ребята, все небо у нас тут с вами заволокли, получается, эти пики. И римляне, возможно, сейчас начнут паниковать. Потому что ситуация действительно чуть ли не патовая. У римлян, да, здесь очень плотное тоже построение. Но как ты попытаешься прорваться к этим македонским товарищам, чтобы на расстоянии гладиуса попытаться нанести хоть какой-либо урон? А на тебя тут еще такой спартанец с шикарной бородой начинает кричать. Ну и, конечно же, горшок уже назабрал. Ох, какой суровый молодой человек, посмотрите на него. Я есть грудь! Красавчик, блин. Я бы не хотел с таким парнем встретиться на поле боя. Сколько ненависти в его взгляде, особенно эти крики, особенно эти открывающиеся рты. Ох, молодые люди, что же вы творите? И позади них... Да, приходят еще дополнительные подкрепления, и мы видим, что после себя они оставляют только гору убитых солдат. Тем временем на другом фланге, да, римляне смогли полностью разобраться с македонянами. Они убили полководца, но очень уставшие. На ускоренном марше потихонечку сейчас будут приближаться. Здесь тем временем один отряд пеших соратников сейчас держит несколько легионов. И к ним еще подходят другие пешие соратники. И мы с вами возвращаемся к центральной части нашего боя. Ох, ребята! Накал страстей неимоверный. Посмотрите на этого парня. Который бросил свою пику и просто взглядом, просто мыслью перебил легионера. Сейчас у него дуэль с Центурионом. Кто же одержит верх в этой баталии? Так. Притом это все у нас происходит на фоне слона. И, блин, этот парень, да вы посмотрите, он реально мыслью, он отгоняет какой-то Тони Старк, мать его, Доктор Стрэндж. Его никто не может... Нет, все-таки его могут победить. Видимо парень, который застрял в слоне. Да, и македоняне тем временем постепенно дальше, все дальше и дальше идут. Легионеры, как мне кажется, сейчас просто дадут дёру. Вот этот парень понял. Посмотрите на его мысль. Он понял, что, по-моему, пора валить. И так, незаметника, незаметника этот парень сейчас будет пытаться давать заднюю. Такой, ой, типа, ребята, что-то дома забыл, утюг забыл выключить. Пошел-ка я отсюда подальше. Да, македоняне активно помогают ему в этом. Уже, ребята, они очень далеко продвинулись. Реально, то есть позади... Позади них остается просто вот эта гора трупов. А этот грамотный строй просто топает вперед. И первые римские легионеры дают дёру, убегают. Какие-то психи решили, что пора бы отправиться в бой. Но такие тоже. Нет, ребята, мы пошли обратно. Да, позади тут у нас еще находятся прачники, болярские или какие-то еще. И пытаются не поддержать хотя бы морально своих римских товарищей. Ох, ребята. Ну что, давайте мы с вами вернем в обычный бой для того, чтобы послушать на эти шикарные звуки. Рим 2 Total War. Ну все. Мне кажется, для легионеров сейчас здесь уже будет что-то очень трудно изменить. Как-то они решили подняться по этому холмику, войти в лобешник. И мы видим, что преимущественно здесь у нас валяются трупы именно римских солдат. Спартанцы вообще стоят себе спокойненько, отдыхают и не парятся. Видимо, они уверены, что победа будет за ними. Да, так и есть уже вот эти победные возгласы у нас пошли. И римляне оказываются просто униженными, я вам могу сказать, этой македонской фалангой. Да, балансер показывает, что сейчас преимущество постепенно переходит на сторону Македонии. И уже даже им не надо стоять в едином таком строю фаланги. Они просто бегут на римские войска. Вот у нас мы видим спартанцы отправляются против застрельщиков, союзных болярских прачников. Да, и спокойненько отгоняют они. Вот это, конечно, ребята, победа. Вполне себе уверенная победа македонской армии. Что здесь еще можно сказать? Мы видим в основном трупы римлян. Да, есть, конечно же, там и союзные войска, и македонские. Но, но-но-но-но-но, вот это падение девяти слонов, это было очень эпично. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Македония одержала решительную победу. Да, здесь остался небольшой такой островок из доспешенных легионеров, которые, возможно, попытаются изменить ход битвы, но мне кажется, что у них уже ничего не получится. Да, потому что, ну, если вся римская армия, пять тысяч человек не смогли остановить эту машину, то несколько легионов, несколько отрядов легионеров это уже навряд ли смогут сделать. Они это понимают и пытаются убежать с поля боя. Да, друзья мои, уверенная победа в Македонии. Слава Македонии! Кто болел за македонцев, оставьте плюсик в чат, оставьте плюсик в комментарии. Да, но все равно, даже сейчас, они сохраняют свои ряды, свои боевые порядки, для того, чтобы ненароком не дать маху. Итого, что мы с вами видим. Остались у римлян только несколько отрядов стрелков. Спартанца сейчас пытаются догнать. Полководец, легат, просто берет и убегает. И в это время оставшиеся бойцы, тут даже у нас пикинеры, оставшиеся, пытаются перехватить этих когорт у легионеров. Но посмотрите, только сейчас римляне догадались, что надо атаковать еще и с левого фланга. Но ребята уже поздноваты. Уже, конечно, ничего в этом бою не поменять. И даже притарианская конница вам не поможет. Посмотрите, какое у нас поле боя. Огромнейшее количество трупов. Здесь погибло порядка двух тысяч человек. Обратите внимание, просто все усеяно красными телами. Все в красном, в кровище. Там у нас валяется конница. Пиксельная просто мега супер-пупер. Привет из Домины. Да, друзья, вот это был действительно красивый, яркий и красочный бой. Македония смогла отбить свои территориальные претензии. И римляне теперь еще не скоро, как мне кажется, ссунутся на территории Греции. Ну а с вами был Диодант. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok